Добрый вечер! Как обычно в это время с вами в прямом эфире новости 24. Сегодня в выпуске. Преоритеты территориального устройства столицы и Ташобласти рассмотрены на совещании у президента. В ходе презентации главой государства расставлены точки над «и» в вопросах расширения государственно-частного партнерства в ряде сфер. Понять-принять. Ряд законопроектов рассмотрен депутатами в ходе заседания Нижней Палаты Парламента. Частный может быть весомым. О вкладе негосударственных клиник в борьбу с ковид наш материал. Один гектар благополучия. О реализации проекта по выделению молодым людям земель. Примеры из харизмы. Сегодня президент Шавкат Мерзиев ознакомился с проектами по изменению территориального устройства сопредельных районов города Ташкента и Ташкентской области. Репортаж программы. В последние годы уделяется особое внимание вопросам введения точного учета и эффективного использования земель, предотвращения случаев их самовольного занятия и возведения незаконных построек, правильного определения административно-территориальных границ районов и городов. Системная работа в этом направлении осуществляется рабочей группой в составе руководителей ответственных министерств и ведомств. В частности, были глубоко проанализированы размер и границы сопредельных районов столицы Ташкентской области. Выработаны предложения по их оптимизации. Как известно, некоторые махали пяти районов Ташкентской области – Зангиатинского, Янгиюльского, Куючерчикского, Урточерчикского и Юкорчерчикского – находятся внутри Ташкентской кольцевой автомобильной дороги. К примеру, Махаля-Ханабад – Зангиатинского района Ташкентской области – расположена между Сергилийским и Бектемирским районами столицы. А поселок Улукбек, находящийся в столичном подчинении, расположен в Кибрайском районе Ташкентской области. Кроме того, имеется множество непропорциональностей вдоль границ сопредельных районов и городов Ташкентской области. В связи с этим, в целях создания удобства для населения, планируется перевести 1010 гектаров столичных земель Ташкентской области и 10196 гектаров областных земель к городу Ташкенту. На презентации всесторонне рассмотрены соответствующие предложения. Население столицы растет, инфраструктура города развивается, ведется огромная созидательная работа, появляются новые массивы. Так, в одном только Сергилийском районе за последние три года сдано в эксплуатацию 460 многоквартирных домов. За этот период сюда переехало более 100 тысяч человек, в результате чего общая численность населения района превысила 276 тысяч. Это обуславливает необходимость улучшения муниципального управления, создания удобств для жителей. Глава нашего государства 29 мая текущего года выдвинул инициативу создать в городе Ташкенте район Янгихайот «Новая жизнь». В соответствии с этим рабочей группой разработано предложение об образовании Янгихайотского района с площадью в 4085 гектаров. За счет 1752 гектаров от территории Сергилийского района, 267 гектаров от Бегтимирского, почти 328 гектаров – Зангиатинского, около 129 – Куичерчихского, 263 – Янгиюльского и 1346 гектаров от Урточерчихского района. Представлена информация о предлагаемом изменении границ города Ташкента в связи с организацией Янгихайотского района. Рассмотрены предложения по строительству и благоустройству в новом районе организации его административного центра. Президент Шавкат Мерзиёев одобрил предложение и отметил необходимость пересмотра генерального плана столицы, рационального размещения жилья, промышленных предприятий, объектов инфраструктуры и обслуживания на передаваемых городу землях и, самое главное, созданию благоприятных условий, удобств для населения. В Сергилийском районе построено около 500 многоквартирных домов, десятки школ, детских садов, объектов здравоохранения, социальной сферы. Началось возведение производственной инфраструктуры. Этот процесс продолжается сегодня. Учитывая большую территорию Сергилийского района и возникающие проблемы, глава государства дал поручение оптимизировать территорию. Как видите, внутри находится Зангятинский район, земли Урточерчикского, Янгиюльского, Юкорчерчикского. На одну небольшую территорию входят земли пяти районов. Они находятся внутри Ташкентской кольцевой автомобильной дороги. И у жителей этих районов возникает очень много жалоб, ведь им до своего районного центра нужно добираться где-то 25, а где-то и 30 километров для решения каких-либо вопросов. 29 мая президент поручил изучить этот вопрос и подготовить предложения. Мы их разработали. Одно из важнейших – это определение территории района Янги-Хайот. Он формируется из части земель Сергилийского, части Зангиатинского, Урточерчикского, Юкорчерчикского районов. Его территория превысит 4000 гектаров. В ходе посещения президентом Яшнабадского района было дано поручение рассмотреть вопрос присоединения к Ташкенту, прилегающих к Яшнабадскому и Мирзоулубегскому районам, земли. Нами подготовлено предложение и представлено главе государства. В соответствии с ним предложено перевести городу Ташкенту, прилегающие к нему земли от реки Черчик, площадью 4356 гектаров. Это предложение было одобрено. Дано поручение разработать необходимые документы. Самое главное, и это сегодня прозвучало не раз, в основе всех реализуемых проектов лежит главный принцип. Это создание максимально комфортных условий для жизни людей. Сегодня глава государства детально становился на очень важном вопросе для граждан в анклавных территориях. Для его решения на пленарное заседание Оли Маджлиса внесен закон об административно-территориальном устройстве. Данный документ был принят в 1996 году и в настоящее время переработан. По республике 350 тысяч гектаров площадей считаются анклавными территориями. В чем заключается неудобство анклавов? Жителю ближе добираться не до своего районного центра, где зарегистрирован, а к центру соседнего района. Потому неудобства возникают со школой, детским садом, трудоустройством. Человеку нужно приехать в Хакимьяд, получить государственные услуги. С целью решения этого вопроса было проведено изучение в столичной области. Оно показало, что в регионе есть 19 анклавных территорий. Вот один из примеров. Сначала идет Кибрайский район, за ним следует город Черчик, а далее опять следует Кибрайский район. Или в Букинском районе есть анклавная территория, но она подчинена Пскенду. И это создает очень большие неудобства для населения. Отказ от подобного деления предусматривает в первую очередь создание максимально комфортных условий для людей. Ответственным руководителям поручено в короткие сроки подготовить проекты нормативно-правовых актов по обсужденным вопросам. И внести их на рассмотрение местных кингяшей, народных депутатов и Оли Маджлиса. Сегодня глава государства ознакомился с презентацией о расширении государственно-частного партнерства в сферах энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и здравоохранения. В целях снижения нагрузки на бюджеты и привлечения частного сектора к крупным проектам в 2018 году было создано агентство государственно-частного партнерства. Были приняты отдельные законы и более 10 постановлений. На сегодняшний день подписано 9 крупных проектов государственно-частного партнерства в сферах энергетики, здравоохранения и коммунального хозяйства. Эта цифра не отражает существующие возможности, сказал глава государства, знакомясь с новыми проектными предложениями. Президент Шавкат Мерзиев поставил задачу ускорить 14 проектов ГЧП в области здравоохранения на сумму 270 миллионов долларов. Поручено в течение двух месяцев завершить тендеры на создание центров гемодиализов в Каракалпакстане, Хорезме и Ташкенте. Это облегчит нагрузку на бюджет, из которого на гемодиализ ежегодно выделяются 100 миллиардов суммов. Каждый год в нашей стране регистрируется более 20 тысяч онкологических больных. Ответственным лицам поручено до конца года создать два центра лучевой терапии на основе государственно-частного партнерства. Также до конца года будет разработана проектная документация по созданию многопрофильной клинической больницы на 1000 коек в Нуравшане по принципу строительства управления сдачей. Говоря о секторе транспорта и логистики, сообщалось, что для его развития в течение следующих 10 лет потребуется 27 миллиардов долларов. Например, сегодня дорога из Ташкента в Андижан через перевал Камчик занимает 5-6 часов из-за пробок. По ней проезжает 22 тысячи автомобилей. В ближайшие 5 лет эта цифра достигнет 40 тысяч. С запуском платной дороги Ташкента-Андижан расстояние сократится до 3 часов, а пропускная способность увеличится на 70%. В этой связи глава государства подчеркнул важность разработки проектной документации и объявления тендера на строительство нового тоннеля через перевал Камчик. Согласно анализу международных экспертов, модернизация существующих аэропортов в Узбекистане потребует в среднем 800 миллионов долларов. В связи с этим поручено разработать совместно со Всемирным банком техническое задание на передачу в управление аэропортов Ташкента, Бухары, Ферганы и Ургенча по пакетному принципу, когда убыточные аэропорты передаются вместе с прибыльными. Всесторонне рассмотрены и проекты в сфере коммунального хозяйства. В настоящее время стоит задача строительства и модернизации системы канализации в 31 крупном и среднем городе, 156 районных центрах. Обеспеченность канализации составляет 45% в городе Корши, 37% в Андижане, 30% в Нукусе, 10% в Намангане. Из них только 18 населенных пунктов привлечены средства международных финансовых организаций в размере 912 миллионов долларов. Планируется, что для всех проектов строительство канализации потребует 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Государственное частное партнерство в сфере городской канализации позволит облегчить бремя бюджета и повысить качество обслуживания. Кроме того, поручено внести предложение по проектам ГЧП в сфере теплоснабжения в городах Бухарина, Мангане и Нукусе. Заместителям премьер-министра дано поручение ежеквартально обсуждать реализацию всех проектов государственного частного партнерства и определять необходимые меры. По завершении презентации ответственным лицам даны конкретные указания по организации работы. На сегодняшнем совещании, наряду с другими отраслями экономики, также было уделено особое внимание проектам государственного частного партнерства в сфере электроэнергетики. На сегодняшний день подписано 5 соглашений на общую мощность 2440 мегаватт. Это все электростанции. На стадии проработки и подписания 7 проектов общей мощностью 3200 мегаватт, а также определены 4 перспективных проекта для подписания в 2021 году общей мощностью 1000 мегаватт. На сегодняшнем совещании президентам было дано поручение проработать с инвесторами все вопросы, связанные с ускорением реализации этих проектов, строительства на территории Республики Узбекистан, а также привлечения иностранных экспертов и специалистов. Также было поручено усилить работу с привлечением международных экспертов-консультантов по внедрению принципов государственного частного партнерства не только в сферу производства электрической энергии, но и реализации конечным потребителям. Были даны поручения по организации рынка электроэнергии, конкурентному оптового и розничного рынка электроэнергии. Эта программа предусмотрена для реализации, начиная с 2020 года, в три этапа. И с каждым этапом вовлечение частного сектора в сферу реализации электрической энергии будет увеличиваться. В транспортной отрасли реализуется много проектов, в частности, это проекты по строительству автомобильных дорог, проекты по передаче в концессию аэропортов международных республик и Узбекистан. Непосредственно сейчас со Всемирным банком прорабатываются проекты по передаче в реализацию на условиях государственного частного партнерства. Ташкент-Андижан. Также предложено было сегодня выделить оттуда отдельным лотом. Это строительство тоннеля протяженностью 19 километров на перевале Камчик, что создаст дополнительные условия в соединении Ферганской долины, Киргизской республики с центром республики. Второй проект – это также автомобильно-дорожное строительство. Это строительство дороги Ташкент-Амарканд. Определены сроки процедурных проработок, чтобы были ускорены. Они, естественно, соблюдены в процедуре, также были ускорены. В сфере авиации и аэропортовой отрасли на сегодняшний момент в республике имеется 11 международных аэропортов. Дано поручение. На сегодняшний день министерство транспорта начало работу, проработку со Всемирным банком. И совместно со Всемирным банком мы определяем пакетные группы аэропортов, которые можно передать в концессию. Дано поручение полностью прониторизировать всю отрасль и на практике зарубежных министерств и зарубежных отраслей транспорта пересмотреть и дать предложение. В ходе сегодняшнего совещания со стороны руководителей республики были критически оценены на работу, проводимые в части внедрения частного государственного партнерства в сфере коммунально-жилищного обслуживания и водоснабжения. В этой связи были даны поручения проработать новые проекты по частному государственному партнерству, как малые проекты, небольшие по передаче в пользование и сетей воды, также и большие проекты, как, например, проект по городу Намангану, строительство локального канализационного ночного сооружения. В этой связи мы уже начали работу с привлечением специалистов и консультантов, международных консультантов Азиатского банка реконструкции развития. С ним мы ведем работу, готовим новые концепты и новый проект как раз-таки по Намангану, он будет, тендер будет объявлен в сентябре месяце текущего года. Состоялось очередное заседание Законодательной палаты Улимажлиса. В центре внимания рассмотрение ряда законопроектов, в том числе о международном коммерческом арбитраже, о градостроительном кодексе Республики Узбекистан и других. За дебатами парламентариев следила Наргиз Швейсламова. Первым в повестке дня стоял закон о международном коммерческом арбитраже. Именно закон, а не проект закона, который обычно рассматривается в Нижней палате. Объяснять это тем, что... Закон о международном коммерческом арбитраже был принят в Законодательной палате 24 октября 2019 года и внесен в повестку дня второго пленарного заседания Сената, состоявшегося 28 февраля этого года. Тогда сенаторы, отметив необходимость доработки закона, отклонили его. Для разрешения вопроса была создана согласительная комиссия двух палат. Ее члены рассмотрели и отредактировали документ с учетом мнений и предложений. После чего он внесен в повестку дня нашего пленарного заседания. Некоторые статьи закона оставлены без изменений, а определенные дополнены статьями об иммунитете арбитров и других участников арбитражного разбирательства, об представительстве в нем и рядом других. По мнению выступивших, закон послужит развитие арбитража как важного института гражданского общества. После обсуждения закон был принят в редакции, предложенный с согласительной комиссией и отправлен в Сенат. Особую полемику участников пленарного заседания вызвал проект закона об утверждении градостроительного кодекса Республики Узбекистан. Проблема возникает в том, что сооружение объекта рекламного места на зданиях и тому подобное является объектами городской инфраструктуры, но при этом нигде в градостроительном кодексе и в том, который мы сейчас собираемся его принять, его нет. Опять же, в этот вопрос повисает, насколько могут временные вот эти вот сооружения в виде вот рекламных конструкций и тому подобное портить город. Вот мы сейчас с этим в Ташкенте, городе полностью столкнулись. Поэтому предлагаю ввести в основные понятия временные сооружения, объекты строительства облегченного типа, торговые палатки, киоски, рекламные конструкции различных типов и форматов, временно или постоянно размещаемые на неиспользуемых для объектов капитального строительства территориях. Член Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли Буатер Мардаев отметил, подготовка законопроекта ко второму чтению велась в тесном взаимодействии с представителями 20 министерств и ведомств, депутатами фракции политических партий. В этом году внесено около 50 предложений, касающихся обеспечения качества и прозрачности деятельности сферы предотвращения коррупции. Более того, вместо отсылочных внесены нормы прямого действия. Нынешняя дискуссия с экспертами строительной отрасли была детальная, буквально по каждому отдельно взятому пункту, и завершилась единогласным принятием законопроекта во втором чтении. Для четкого определения правового статуса многодетных семей, единообразного применения понятия в законодательстве и правоприменительной практике, членами Нижней Палаты рассмотрен проект закона о внесении и дополнении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан. Документом вносится дополнение в Семейный кодекс, предусматривающий определение понятия многодетной семьи и ее правового статуса. По мнению участников, принятие проекта закона создаст правовую основу для устранения различных подходов в правовой и правоприменительной практике, предоставление пособий многодетным семьям, нуждающимся в государственной защите на основе социальной справедливости, в том числе в жилье, выделении земли, налоговых и ряда других льгот. Проект закона был принят во втором чтении. Был рассмотрен законопроект о внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан об архивном деле. В настоящее время для принятия законопроекта послужило несколько факторов. Один из них в том, что отсутствуют правовые нормы архивов отдельных министерств, ведомств, организаций, которые имеют право хранить документы Национального архивного фонда. Во-вторых, при ликвидации организации их документы необходимо сдать только государственный архив, что препятствует к развитию и комплектации некосударственных архивных фондов. Принятие нового законопроекта создаст новые условия не только для национального, кроме того, еще и для некосударственных архивных фондов. По мнению участников, принятие документа послужит развитию негосударственных архивов, предотвращению потери документов, защитить социальные права граждан, обеспечить выполнение госархивами их основных функций – сбора, учета, хранения и использования документов Национального архивного фонда. Проект закона был принят концептуально. В ходе заседания депутаты также обсудили ряд вопросов, входящих в компетенцию законодательной палаты Али Маджлиса. Диалог вокруг принимаемых нормативных актов развернулся и в Комитете по бюджету и экономическим реформам сенатория Али Маджлиса. В преддверии очередного заседания сенаторы рассмотрели ряд законопроектов. Полная и частичная занятость населения, трудовая миграция и другие не менее актуальные вопросы в центре обсуждения сенаторов. Они по пунктам рассмотрели закон о занятости населения, прежде чем выносить его на пленарное заседание. Документ особенно важен в условиях пандемии, в правовом укреплении новых отношений, связанных с созданием дополнительных рабочих мест. Это поможет бороться с безработицей и обеспечить контроль над рынком труда. По данным Министерства занятости и трудовых отношений, уровень безработицы в период с января по июнь текущего года составил около 14%. В прошлом году этот показатель был чуть больше 9%. Далее парламентарии обсудили закон о противодействии торговли людьми. Он рассматривался Комитетом Сената по судебным вопросам и противодействию коррупции, который был обсужден и доработан Нижней палатой парламента. В новой редакции будет одобряться закон о противодействии торговли людьми. Как известно, действующая редакция закона состоит из 17 статей, а вот новая редакция закона, то, что мы будем завтра одобрять, состоит из 35 статей. Но, тем не менее, дело не только в объеме, принимаемого вновь одобряемого закона, а в том, что, по сути, закон предоступил очень большие изменения. В нем конкретно определены задачи, стоящие перед государственными органами в сфере противодействия торговли людьми. Определены конкретно органы, которые будут заниматься этой деятельностью. Определена территориальная и государственная комиссия, национальная комиссия, осуществляющая координацию противодействия торговли людьми. Еще один вопрос, включенный в повестку дня заседания, внесение изменений и дополнение в некоторые законодательные акты в связи с дальнейшим совершенствованием парламентского надзора. Также были рассмотрены и проанализированы запросы, направленные Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратуре. Основное направление этого закона, оно разделено на пять основных сфер. В частности, законом предусматривается заслушивание в дальнейшем парламентариями деятельности не только органов государственного управления, но также органов и хозяйственного управления, так как органы хозяйственного управления, как мы знаем, тоже расходуют государственные средства и осуществляют, реализуют государственные программы. Во-вторых, законом предусматривается дача ответа органами госуправления при обращении к ним со стороны депутатов и сенаторов, а также депутатов на местах, дача ответов непосредственно тем лицом, тем должностным лицом, которым был направлен парламент, либо депутатский запрос. Кроме того, был проанализирован закон о защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков с привлечением специалистов и экспертов в данной области. А сейчас о статистике по коронавирусу в стране. Последние данные Министерства здравоохранения такие. Случаев заражения выявлено 27 554. Вылечено пациентов с COVID-19 682. Летальных исходов 169. Врачам особый почет. Стоять на передовой борьбы с пандемией нелегко. Нет однозначных медицинских величин против COVID-19. Опираться приходится на рекомендации и собственный опыт. О том, как сегодня проводится лечение больных с коронавирусом, нашей съемочной группе рассказали специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра в тезиатрии и пульмонологии. В нашем центре проходит лечение около 400 пациентов, больных туберкулезом, которые передаются воздушно-капельным путем. Когда необходимо, проводим операцию. Для этого в центре созданы все условия. Учреждение оснащено всем самым необходимым современным оборудованием. С марта месяца, когда пандемия только началась в Узбекистане, мы начали проводить международные видеоконсилиумы, онлайн-диалоги по лечению коронавируса. Наши пульмонологи работают в специализированных клиниках, организованных в НИИ вирусологии, Ташинской медицинской академии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. В ходе видеоконсультации обменивались информацией, изучили опыт европейских стран, рекомендации ведущих специалистов в этой сфере. Полученные знания внедрили и в нашей стране. Каждый день советовались с лучшими медиками по лечению тяжелобальных коронавирусом. По каждому пациенту у нас есть вот такая карта, в которой дана вся информация о том, какие лекарства принимает, какой диагноз. Как вы можете видеть, здесь представлены все клиники, к примеру, в Бухарской, Самаркандской областях, в городе Ташкенте. Эти вопросы всегда одни из самых обсуждаемых в ходе онлайн-диалогов. Что касается лекарственных препаратов, в последнее время мы много слышим о гидроксихлорохине. Говоря о нашем опыте с самого начала пандемии в Узбекистане, мы назначали этот препарат инфицированным. Конечно, у каждого лекарства есть побочные эффекты, противопоказания. Его нельзя назначать пожилым лицам с проблемами сердечно-сосудистой системы. Сейчас его назначают в качестве профилактики коронавируса. Особенно это касается тех лиц, кто был в контакте с больными COVID-19. Хочу напомнить еще раз о том, чтобы люди соблюдали правила карантина. Перчатки, маски, дистанция. Многие до сих пор не поняли, на мой взгляд, серьезность ситуации. В нашей стране этой болезни инфицированы и население, и медики. Мы каждый день видим тяжелое состояние больных коронавирусом. К сожалению, в последнее время появилось очень много псевдоврачей, которые рекомендуют и назначают лекарства против COVID-19. Хочу отметить и неадекватное отношение самих людей. По каким-либо симптомам сразу же обращаются параллельно к нескольким специалистам. Как результат, не понимают, чьи рекомендации слушать. В медицине есть свои стандарты. В Узбекистане, как и во всем мире, в лечении коронавируса придерживаются стандартов ВОЗ. Государством делается многое. Как врач с большим стажем, хочу еще раз напомнить необходимость и важность соблюдения установленных требований. Обязательно носите маски, соблюдайте дистанцию, мойте руки чаще. Я постоянно вижу, люди нарушают правила карантина. Если не будут строго выполняться требования, тогда очевидна вероятность большего заражения коронавирусом. Мы знаем, что предупредить болезнь легче, чем ее лечить. Для профилактики даны все необходимые рекомендации. Свой вклад в противостояние пандемии вносят и частные клиники. Сначала была только диагностика. Теперь к перечню квалифицированных услуг добавилась первая помощь и лечение пациентов с COVID. Карина Анизамудинова с подробностями. Из-за большого количества людей, которые нуждаются в тестировании на коронавирус, сейчас также используются возможности частных лабораторий в этом процессе. Режим и качество работы позволяют в короткие сроки получить результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции. Тестирование теперь доступно в восьми частных медицинских учреждениях. На сегодняшний день дали разрешение частным клиникам выполнять анализы на обнаружение вируса COVID-19. В частности, наша клиника тоже получила такое разрешение. И на данный момент в нашей клинике производится в течение суток около 2000 тестов. Мы в дальнейшем хотим расширяться и довести этот показатель до 10 тысяч. Мы проводим исследование. Это ПЦР, полимеразно-цепная реакция на обнаружение самого вируса. И иммуноферментный анализ, который мы проводим в сыворотке крови для обнаружения антител и наличия иммунитета на данный вирус. Стараемся сделать этот анализ в течение суток, чтобы было удобно и для пациентов, и для врачей для постановки точного диагноза. В клиниках внедрена современная система. Это означает, что как только будут готовы результаты анализов, данные отправляются на мобильный телефон пациента в виде СМС-сообщения. Также можно получить ответ, позвонив на стационарный номер клиники или через колл-центр, в результате чего экономится драгоценное время человека. За две минуты у меня взяли анализ, и результаты вышли буквально в течение дня. Очень качественно, все классно, мне нравится. Спасибо. В случае подтверждения положительного результата, сведения будут отправлены в региональные центры агентства эпидемиологического надзора по месту жительства и добавлены к общей статистике. Одним словом, использование частных клиник здравоохранения также эффективно. Это не только удобно, но и позволяет своевременно обратиться за помощью и быстро определить результаты своих анализов. В Министерстве здравоохранения организован онлайн-диалог с германским институтом Роберта Коха. На повестке дня анализ актуальной эпидемиологической ситуации в Узбекистане и эффективность предпринимаемых мер. Стоит отдельно отметить тот факт, что в сегодняшней сложной обстановке каждое предпринятое действие направлено на улучшение эпидемиологического благополучия в стране, и в этом особую роль играет консолидация усилий, обмен опытом. В ходе онлайн-диалога стороны акцентировали внимание именно на этом моменте вопроса и подчеркнули важность взаимодействия узбекских и немецких специалистов, направленного на устранение негативных явлений, возникающих в условиях пандемии. Институт Роберта Коха известен во всем мире. Он ведущий альма-матер, который имеет солидный опыт в направлении общественного здоровья. И они высоко оценили работу, проводимую у нас в стране по борьбе с коронавирусом. Да, кстати, большой вклад в организацию такого диалога внес и немецкий специалист Бар Вернер, который в настоящее время работает консультантом в Министерстве здравоохранения. В эти дни профессор из Германии совместно с представителями медицины нашей страны проводит работу по обмену опытом. На местах организовываются различные встречи и анализируется каждый этап сегодняшнего процесса в онлайн-общении с представителями здравоохранения. Работая с нами, профессор Вернер дает высокую оценку проводимой нами здесь работе по борьбе с COVID-19. Кроме того, представители института Роберта Коха также дали высокую оценку работе в здравоохранении Республики Узбекистан. И мы договорились и в дальнейшем сотрудничать в обмене опытом и повышении квалификации наших врачей. В ходе беседы достигнута договоренность о визите в нашу страну экспертов института Роберта Коха. Представители обеих сторон подчеркнули, что цели могут быть достигнуты благодаря новым соглашениям и партнерским связям, а также выработке адресных планов действий. По решению специальной республиканской комиссии, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и обеспечить койками тех, кому действительно необходима неотложная помощь, граждане с легкой или бессимптомной формами заболевания теперь лечатся на дому. Несамостоятельно, конечно, за ними наблюдают опытные эксперты. Проводятся онлайн-консультации, в том числе и тех, кто находится на реабилитации после выздоровления. Участвуют в работе и преподаватели Самаркандского медицинского института. Материал раскроет детали. Ежедневно в 16.00 в Самаркандском государственном медицинском институте собирается группа специалистов. Цель – помочь тяжелобальным коронавирусам. Здесь обсуждают состояние пациентов, методы лечения. Опытные преподаватели вуза дают необходимые рекомендации лечащим врачам, консультируют пациентов не только Самарканда, но и Сардаринской, Джизакской, Кашкадаринской, Сурхандаринской областей. В результате онлайн-консультации пациенты получают раннюю диагностику с использованием современных методов, полную и точную оценку патологических изменений в легких и жизненно важных органах, а также своевременное лечение. Например, 32-летний мужчина был доставлен в Самаркандскую областную больницу инфекционных заболеваний в критическом состоянии. У него были повреждены 80% легких. Уровень сатурации в крови снизился на 42%. В результате лечения, назначенного по итогам онлайн-консультации, этот показатель в крови пациента увеличился на 92% за один час, а уже через неделю состояние больного улучшилось, и он был переведен из реанимации в общее отделение. Также Самаркандским государственным медицинским институтом подготовлено на резерв 229 специалистов по инфекционным заболеваниям, эпидемиологов, вирусологов, реаниматологов из Самаркандской области. Было подготовлено и распространено более 2000 буклетов для повышения осведомленности населения о коронавирусе, о том, на что обращать внимание при защите от вируса и как вести себя при заражении. Тем временем наибольшую динамику заражений показывают Ташкенты столичной области. На 5 августа в регионе зарегистрировано 3500 случаев. Этот тревожный факт требует мобилизации всех усилий, поиска более эффективных путей в борьбе с COVID-19. Подход продуманный основательный, а меры комплексные. В первую очередь это укрепление материально-технической базы медучреждений. В достаточно сжатые сроки для них закуплено 130 единиц специальных автомобилей, порядка 200 кислородных оксигенаторов, 36 ИВЛ-аппаратов, 26 рентгеновских установок, 225 кислородных ингаляторов, 877 кислородных баллонов. Еще один важный аспект – дезинфекция. К этому процессу привлечены сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии и ряда профильных ведомств. Санитарная обработка подъездов многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, дехканских рынков, торговых центров, центральных и внутренних улиц, а также других общественных пространств позволяет существенно снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Параллельно проводится разъяснительная работа с населением. О необходимости соблюдения режима самоизоляции, требований карантина, правильного ношения масок и применения антисептических средств напоминают постоянно. Для этого на улице регулярно выезжают автомобили с громкоговорителями. Отдельное внимание работе колл-центра. Изначально рост количества обращений обусловил необходимость его дооснащения компьютерной техникой, улучшение качества связи, увеличение числа сотрудников. Поступившие сюда обращения переадресовываются в том числе и в шесть семейных поликлиник. В них создано 10 мобильных групп, которые оперативно оказывают населению необходимую медицинскую помощь. А врачи проводят как очные, так и онлайн-консультации. У нас создано две мобильные группы, которые выезжают на вызовы, поступающие с колл-центра или поступающие со скорой помощи 03. Также обслуживаем население, звонящее на телефон врачу общей практики. В день получается минимум 10 вызовов мобильной бригады. Мобильная группа выезжает в составе эпидемиолог, инфекционист и врач общей практики. Если больной температуре больше трех дней, при осмотре у аж врача, при необходимости, эпидемиологи берут анализ на ковид. Больных с высокой температурой и катаральными явлениями бригады скорой доставляют в специализированные отделения. В ожидании результатов теста на ковид-19 состояние всех поступивших находится под контролем, и они получают симптоматическое лечение. В Ангельское городское медицинское объединение центральной городской больницы организовано 40 коек провизорных отделений. На сегодняшний день у нас с коронавирусом больных нету, но если это подтвердится, это мы уже имеем возможность лечить их здесь же. Когда мы только открылись и начали функционировать, мы подтвержденных больных отправили в город Алмалы, Кибраевский район, Загатинский район. В данный момент к этому у нас нужды нет. Дополнительные койко-места за счет средств местного бюджета и спонсорских организаций, созданные и в Ташкентском областном центре реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью. Рабочая группа в составе главы городской администрации, руководителей и членов секторов ежедневно проводит мониторинг текущей ситуации. С тем, чтобы принимать адекватные решения и по возможности на опережение. Кто оплачивает лечение от коронавируса в больнице? Государство или сам человек? Как будет продолжаться обучение в новом учебном году? В формате брифингов ответственные представители министерств и ведомств, эксперты продолжат отвечать на вопросы СМИ. Но и мелкие кровеносные сосуды в них. Поэтому в протоколы лечения были включены антикоагулянты. Был поднят еще ряд актуальных вопросов. Вот один из них. Сегодня у моей мамы диагностировали вирус COVID-19. И она сейчас в больнице. Лечение будет оплачиваться за счет государства или мы сами должны оплачивать расходы? Все расходы, связанные с лечением COVID-19, оплачиваются государством. Наши граждане никакие оплаты не производят. Другим спикером стал начальник управления государственного таможенного комитета Фархот Алимджанов. Прозвучало, что за последнюю неделю в нашу страну импортировано более 5800 кислородных концентраторов на сумму 2,9 миллионов долларов. Искусственные респираторы освобождены от уплаты таможенных пошлин и акцизов до 31 декабря текущего года. А до 1 октября 2020-го при ввозе кислородных концентраторов таможенное оформление осуществляется без государственной регистрации и обязательной сертификации. Также состоялся брифинг Министерства народного образования. В роли спикера выступил пресс-секретарь Лайло Рустамова. На вопрос, как будет продолжаться обучение в новом учебном году, прозвучало, что Министерство народного образования, исходя из своих полномочий, предлагает три сценария развития событий. По мере стабилизации пандемии школы возобновят нормальную работу. Международный опыт показывает, что у детей школьного возраста меньше шансов заразиться и риск передачи инфекции от детей взрослым ниже. Если же заключение Минздрава о распространении вируса среди детей в Узбекистане окажется отрицательным, обучение будет продолжено онлайн. Рассматривают и гибридный сценарий, исходя из карантинного статуса конкретного района и школы. Окончательное решение примет Республиканская спецкомиссия. Также состоялась пресс-конференция с участием представителей Центрального штаба по борьбе с коронавирусом, сотрудников Минздрава. Была представлена информация о текущей ситуации по COVID-19 и новой стратегии лечения. Ведется работа с незанятой молодежью. Формируются списки и оказывается адресная поддержка. В Харизмской области в проекте каждому молодому человеку по одному гектару уже участвуют 5846 юношей и девушек, стремящихся вырастить свой первый урожай. В марте этого года были выделены земельные участки для трудоустройства 5846 молодых людей, проживающих во всех районах Харизмской области. Организация работы на кооперативной основе значительно помогла юношам и девушкам. Собрав картофель, молодежь взялась за повторный сеп. Шесть гектаров земли, принадлежащей производственному кооперативу «Тазадурман-Милосабзавод» в Янгибазарском районе, были выделены 41 молодому человеку и членам малообеспеченных семей. Как видите, арбузов, созревших в летнюю стужу в изобилии. Кроме того, видно, что дадут хороший урожай различные овощные и бахчевые культуры. Мы побеседовали с Асадбеком Нарметовым, одним из представителей молодежи, пожинающих плоды своего труда. На отведенных ему двух гектаров земли поспевают помидоры, лук, свекла, морковь, арбузы и дыни. Мы посадили осенний арбуз, как повторный сев. Каждое утро мы приезжаем сюда с нашими друзьями и наблюдаем за ростом культур. Советуемся и работаем на поле. Проводим наш день продуктивно. Осмотревшись, мы увидели, что на трех гектарах не осталось ни одного дюйма необрабатываемой земли. Когда-то эти территории были песчаной местностью. Как сказали молодые люди, на первый взгляд выращивание здесь деревьев и саженцев казалось сложной задачей. Но сегодня благодаря трудолюбию молодежи все было сделано. Тазагуль Гулимова с раннего утра спешит на поле. Помидоры, лук, свекла, фасоль, тыква. Видно, что будет богатый урожай. Как дочь Дихканина она умеет работать с землей. Проект каждому молодому человеку по одному гектару земли не только обеспечил занятость молодежи в Бгурляне, но и создал условия для того, чтобы они могли попробовать себя в сельском хозяйстве. Эти земли были выделены 30 молодым людям. Поскольку работа была организована на основе кооперации, она дала ожидаемые результаты. Полный сил Абдурашид Саидов тоже полюбил землю. Мы обрадовались, увидев изобилие нашего урожая. Результат был лучше, чем ожидали. Раньше я подрабатывал на сезонных работах. Теперь всей семьей работаем здесь и все обеспечены заработком. Да, эти молодые люди стали хозяевами своей собственной жизни благодаря трудолюбию и энтузиазму. Ведь сегодня матушка земля открывает им свой потенциал и безграничные возможности. Обеспечить работой, чтобы достаток был в семье, благополучие – это важнейшая задача. Так вот, помимо трудоустройства тех, кто числился безработным, помощь оказывается и молодым людям, только-только вышедшим из стен образовательных учреждений, чтобы нашли себя в жизни. Сегодня можно хорошо заработать, сидя дома. Так считает в том числе и молодежь Сардаринской области. К примеру, Сарванос Маршарипова в этом году окончила общепрозавательную школу номер два с отличием. Подала документы в Ташкентский университет информационных технологий. Использует каждую свою минуту с пользой. До тестовых испытаний еще есть время. Поэтому занимается программированием на платформе Android. И на этом неплохо зарабатывает. Так как сейчас карантинные меры усилились вновь, я начала искать через интернет способы заработка на дому. И нашла удаленную работу по программированию. Так как работаю с зарубежными компаниями, мне скидывают на визу карту деньги. На данный момент есть около 50 долларов на моем счету. Оплата идет разная, смотря какой сложности заказ. Некоторые выполняются месяц, некоторые и за неделю можно создать. Я продолжу работать фрилансером и после того, как поступлю в университет. Только на улице Марафат Махалли Джулангяр этого района еще восемь таких юных фрилансеров. Да, возможно, у них прибыль пока небольшая, но все еще впереди. В 2017 году окончил Государственный университет Гулистана. В том же году начал работать преподавателем информатики в школе номер два. Среди своих учеников у меня есть и те, кто очень интересуется программированием. Есть несколько направлений программирования. Это веб, по дизайну и по андроид студиям. Я распределил учеников по их умениям. В свою очередь они научились зарабатывать через интернет. И сейчас ведут свою деятельность как фрилансеры. А этот молодой человек совсем далек от шферы IT. Фарух Хагамов живет в Махале-Озадлике. В этом году уже получил первый урожай. И заработал на этом 15 миллионов сумм. И таких инициативных молодых фрилансеров в регионе немало. Это все новости к данному часу. Продолжайте следить за самым важным и интересным вместе с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»